Пылесос поставляется в фирменной упаковке, упакованно к слову хорошо, повредиться ничего не должно по пути. Внутри лежат две доп. насадки, уплотнитель из пенопласта, инструкция, удлинитель воздухозаборника, основная насадка и сам пылесос с контейнером под мусор. Итак, инструкция вся на китайском языке, но толку от нее мало. Сам пылесос состоит из 600-ваттного двигателя и сборника мусора на 0,8 литра, типа циклон. Кстати, сам контейнер снимается довольно просто, нажатием на кнопку. Между контейнером и мотором находится дополнительный фильтр из поролона. Внутри контейнера расположился небольшой хепа-фильтр, дополнительно закрытый слоем поролона. Поролон при желании можно со временем заменить самостоятельно, а вот запасные хепа-фильтры я пока не нашел. Может просто плохо искал. Из управления пылесоса имеется всего лишь один переключатель, вкыл и выкыл. Регулировки мощности к слову нет. Кстати, выглядит этот пылесос как некий бластер солдата армии неземной цивилизации. Что касается кабеля, то он длиною 5 метров и имеет зараза не нашу вилку, но ее заменить делов-то на 3 минуты. Насадка-удлинитель, как и сам пылесос, выполнена из пластика. Кстати, пластик и его литье нареканий не вызывает. Пластик толстый, без зазубрин и приятен на ощупь. Одевается удлинитель просто до щелчка и снимается нажатием на кнопку. Все просто и легко. Поскольку пылесос не имеет системы сматывания кабеля, то есть вот такой вот держатель, на который его надо наматывать ручками. Кстати, неплохой такой дробовичок получается. Теперь насадки. Основная имеет классический вид, имеет 4 колесика. Кстати, скользит и впрямь хорошо. Но, к сожалению, не имеет турбо-щетки. Но в таком бюджете ее и не стоит там ожидать. Что касается поворотного механизма, то ничего особенного нет. За исключением гофры внутри, которая служит для герметичности узла. Чтобы пыль и мусор уходили в пылесборник, а не обратно на пол. Полезная штука. В общем, это обычная насадка. Как и две обычные еще две насадки для труднодоступных мест и покрытий с ворсом. Насадки одеваются просто, без защелок. Можно установить как в удлинитель, так и непосредственно в сам пылесос. Например, для уборки мебели или автомобиля. Во как насадку можно вращать. На целых 360 градусов. Ну а если длины мало, ставим удлинитель и уже в него насадку. И тогда общая длина пылесоса увеличивается до 120 сантиметров. Общий вес пылесоса в таком состоянии чуть менее 2 килограмм. Итак, двигатель у нас 600 ватт. Давайте послушаем его, как он звучит в работе. Кстати, выдув идет через вот эти боковые отверстия. Да, и дует он в принципе уверенно. Ну а звук совсем немного меньше, чем у напольного пылесоса. Что касается силы всасывания, то по ощущениям на плоской поверхности она не хуже, чем у 1700 ваттного напольного пылесоса. Но это только ощущения. Надо сравнивать. Проверим фактическую потребляемую мощность. Вдруг нас обманули. Подключаемся через ваттметр и пробуем. Прибор показывает чуть более 400 ватт. 200 ватт недобор. Это не есть хорошо. Но и именитые бренды тоже завышают значения. Типа это мощность при пиковых нагрузках. Например, мой старый проверенный пылесос Bosch на 1700 ватт выдает всего лишь 1200. Как-то так. У них там, короче, свои методы измерения. Собственно, вот он пылесос Bosch. С ним и попробуем сравнить пылесос DIRMA. Насколько это получится? Установим в него чистый одноразовый мешок и проведем сравнительный тест. Тестировать будем на ковре у входной двери. Специально несколько дней топтался по нему в обуви и не пылесосил. Самому интересно глянуть на результат. Сначала берем пылесос Bosch. Разбил я ковер на 4 секции. 2 для Bosch и 2 для DIRMA. Пылесосить буду через 1 секцию. Для Bosch предусмотрены 1 и 3 секция справа. А для DIRMA 2 и 4. И как мне кажется, у Bosch есть небольшая фора. Так как его 3 секция как раз у входа располагается. И на ней, видимо, больше всего мусора и будет. Ну, посмотрим. Кстати, на ковре хорошо заметно, что сила всасывания у DIRMA больше. Ковер он поднимает от пола выше, нежели более сильный Bosch. Разница, конечно, небольшая. Но даже по усилию провода насадки по ковру это ощущается. Итак, на 2 девственно чистых белых листика высыпаем собранный мусор с обоих пылесосов. Да, нехило я так загадил ковер. Ну ладно. Видим, что Bosch собрал грязи, в частности песка. Заметно больше, чем DIRMA. Считаю обусловлено это тем, что у Bosch все-таки был участок на ковре как раз у входа. Я там больше всего топтался при входе. Да и тем, что у Bosch мотор по факту в 2 раза мощнее. Но при всем при этом DIRMA с более компактным и не таким сильным двигатель вытащил тоже немало грязи. Если честно, я думал вытащить поменьше. А нет. А если потрясти сам HEPA фильтр, то из него выйдет еще собранная грязь, но более мелкой фракции. Но и для объективности эксперимента надо сказать, что в фильтре Bosch также много этой мелочи. Я не стал экспериментировать на гладких поверхностях, таких как линолеум, и пылесосить рис или сахар. Так как с такой задачей справится даже автомобильный пылесос-жужжалка. А ковер это бич всех пылесосов. Но даже на нем DIRMA справился, как мне кажется, на твердую четверку. А учитывая его стоимость в 35 долларов, то и на пятерку. Как бюджетный компактный пылесос, для быстрой уборки помещения вполне достойный вариант. А если еще и на полах без ковров, то вообще идеальный. Достаточно мощный, весьма компактный и функциональный пылесос с контейнером для мусора. Реально достойная альтернатива классическим напольным пылесосам, особенно для малогабаритных квартир и по приемлемой цене. Вот только с расходниками пока не ясно. Попробую поискать в Китае. Если найду, ссылку для них, как и на сам пылесос, оставлю для вас под видео в описании. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь обязательно на канал. Посмотрите другие мои видосы. На канале их уже более 700. Что-нибудь интересное для себя обязательно найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.